МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МИХАИЛА ЛАМАНОСОВА, ИМЕННЫЙ ВЫБЪТНОГА ИЛЛЮЗИАНИСТА И ЛЕГЕНДАРННАГА НАВУКОУЦЫ УВЕКАВЕЧАЛИ У МИКРОРАЙОНЕ КАСТЮКОУКА. У ПАЛАЦЕВА ПАРКОВЫМ АНСАМБЛІ ПРЫСТУПИЛИ ДА РЫКОНСТРУКЦИИ ПАУНОЧНОЙ ЧАСТКИ НА БЕРЭЖНЫЙ РАКИ СОЖ. СЁНЕ СУСВЕТНЫЙ ДЕНЬ БРАДЬБЫ САСНИДАМ, А ЗАРАЗ АБГЭТЫМ ИНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА. ЦЯПЕРУЖО БЫЛЫ РАБОЧЫЙ ПАСЁЛАК КАСТЮКОВКА, АСЁЛЯТА НЕ ТОЛЬКИ СТАУ МИКРОРАЙОННАМ ГОМЕЛЯ, АЛЕЯ ТРЫМАУ ИНШИЯ НАЗВЫ ВУЛЮЦ. АТПАВЕДНЫЕ РАШЕНИЕ ПРЫНЯУ ГРАДСКИЙ САВЕТ ДЭПУТАТАУ. З НОВЫМИ ТАПОНИМАМИ ОЗНАЮМИУСЯ ОЛЕХ СЕНЦИРОУ. ПА ВЕЛИКИМ РАХУНКУ, СЛАЮМ ИСНАВАННЯМ, ПАСЁЛАК КАСТЮКОВКА АБАВЯЗНАНО БАРОНУ НОККИНУ, У ЯКОГА ТОТ БЫЛ СВОЙ МАЮНТАК. МЕНАВИТА ПА ЯГОЙ ИНИЦАТЫВІ У 19-М САГОДЕ У ГЭТЫХ МЯСТИНАХ БЫЛА ПРАКЛАДЗИНА ЧАГУНКА. ПРАВДА НАЗВАЦ ИМЕМ БАРОНА АДНОЗ ВОЛИЦ МЯСТОВЫЙ ЖАХАРЫ ПАКУЙ НЕ ПАГОДИЛИСЯ. ПРАВДА С ДРУГУГА БОКУ БАРОНЫ НОККИНЫ АСОБЫ У СЕЩ-ТАКИ НЕ ОДНОЗНАЧНЫЕ. СЫН ПЕРШГА УЛАДАЛННИКА МАЮНКА СТАНИСЛАВА, КАРЛ, НАПРЫКЛАД, БЫЛ ПЕТЕРБУГСКИМ И ВАРШАВСКИМ ОБЕРПАЛИЦМЕЙСТЕРАМ, А ЕГО ИМЯ ДРУГЮЦИЯ НОСИЛА СУЧАСНОЕ ВУЛИЦА ЛАНГЕ У ГОМЕЛЕ. ПРАВДА, ОДНОЗ ПРОЗВИЩУ УРАДЖЕНЦОВ КОСТЮКОВКИ МЕСТОВАЙ ЖАХАРЫ ВЫРАЩИЛИ УСЕЩ-ТАКИ УВЕКАВЕЧАТЬ. ВАЛЕРИЯ АБЕЛЬ ЗАСНОВАЛНИК КОЛЛЕКТЫВУ ЦЕРКОВОГО МОСТАЦТВА, ЯКИ СЮЛЬТА ОЗНАЧИЛ СВОЮ ПЯТЕДЕСЯ ПЯТЕГОДЕ. Прас 10 годов после створения коллектив стал народным, у 2008 заслуженным. И уже 10 годов носит имя Валерия Абеля за час основания выступления косяковских артистов у Батши-Дежахары Беларуси, России, Великобритании, Чехии, Германии, Порще, Франции, Катара. Сегодня без этого циркового коллективу не обыходится ни одно свято. ВУЛИЦА ИВАЛЕРИЯ АБЕЛЬЯ теперь будет называться ВУЛИЦА СВЕТЛОГОРСКАЯ. Конечно, в республике есть коллективы циркового искусства, но мы очень любим свой коллектив тем, что он как изюминка индивидуален, так как уже большая история в этом коллективе. Я думаю, что не каждый коллектив может гордиться тем, что 55 лет они на высоком уровне работают, несут свое достойное творчество и мастерство. Необходность переименования выкликана тем, что назву ВУЛИЦА, аналогичная Костяковским, уже Йоси Гомелем в администрации Чугуночного района подобрали некаких новых вариантов. Реканчатковый выбор покинул за местным населением и предприемствами. Так, по инициативе школзавода, улица Гомельская стала улицей Ломоносова. Миновитое его имя неколе насило это акционерное товариство, а бюст Ломоносова и зараз находится как администрационный корпус. Что это чужихоров, то и они отдали перевагу основным поэтичным назвам – Ореховая, Кветковая, Яблоневая, Зазерная, Янтарная. Делали собрание, делали собрание улиц этих, собирали в ДК весь народ. Мы хотели спросить, какие более улицы они хотят, какие более названия им подходят. До речи переименования улиц о финансовом плане для жахаровой косяковки никаких наступцев вместе не будем. При необходности новый штамп у пашпорта им бесплатно поставить при первом же взвороте у пашпортный стол. Что отличится субъекту господарения, то им придется заказать новые печатки и унести повное изменение в документацию. Правда, на финансовом стануще предприемству это на врате добьется адмовным чином. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, Даля Радо Компания ГУМИ. У Палацево-парковом ансамбле приступили до реконструкции пауночной частки на бережной раке СОЖ. Работы ведутся на участку адрачного порта до лебединой сажалки. Его огульная протяглость складая крыху больше за километр. А пошний раз работы тут ожитивлялись амаль 40 годов тому. С тягом часу стан этого участка на бережной пагоршился, особливо заразлива у раки. Местами пошкоджено бетонное покрытие, на пешеходном мосте утворились промойны. Реконструкция дозволит ликвидовать усе иснуючие недохопы. А кроме этого будет адрамонтована канализация и побудована дренажная система. На гульной площади 13 тысяч квадратных метров з'явится новая тротуарная плитка. На час проведения работ обмежаванию для наведывальника у Няма. Закрыты только один участок, где вядется реконструкция. Наберна делится на два участка, это верхняя и нижняя. Мы находимся на участке верхней, потому что она состоит из двух участков. Это вот брыжа, которая к реке, и вторая полоса, которая идет. Работы будем проводить только по этому участку. Все жители городом спокойно прогуливаются по второму, от Няма до речпорта. Работу планируем завершить по весне, а вообще будет зависеть от погодных условий. Какая еще будет зима? Если зима будет не очень морозная, то работы будут выполнять и зимой. В Гомеле подвели выники третьего працованного семестра. Областный фестиваль студентских и волонтерских отрадов отбылся в Белорусском гандлево-экономическом университете с поживецкой кооперацией. По выниках семестра у праца у Латкована больше, чем 21 тысяча молодых людей. У Тымлику с заработной платой больше, чем 15 тысяч. С таким показчиком Гомельская в область другий год запр займает первое место в Украине. Студотрады працевали на полях мясовых господарок, на будовлях, галоны, з яких областная детячая больница. Выездные отрады накеровывались за мяжу у Краснодарский край, Курскую в область, Подмосковье. Даречи, коля 6 тысяч человек працевали бесплатно в составе волонтерских отрадов. На церемонии закрытия працонного семестру отбылось узнагороджение лепших отрадов и их наймальников. В этом году также у нас первый такой археологический отряд появился в Гомельской области. Такого в принципе в республике не было. Занимался раскопками древних городищ в Реческом районе. Эту идею поддержали на уровне Центрального комитета. И в следующем году она уже будет, наверное, распространена на другие области нашей республики. Сегодня сусветный день братьбы со СНИДом. В 1988 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций обвестила, что распространение этого захворения набло масштабы глобальной пандемии. Что изменилось с того часу и какая сейчас ситуация в Гомельской области, выяснили наши корреспонденты. Абы как вы относены до своего здоровья? Миновата так, по словах медиков, можно окреслить основные причины заражения ВИЧ. Усе мягчимые шляхи передачи вируса давно вядомые. Али только на Гомельшине с початку года больше 600 новых выпадков инфицирования. При этом амаль 45% поставленных на улик люди в возрасте свыше 40 годов. У отделе профилактики ВИЧ-СНИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья кажутся, что на колькость выявленных выпадков поплывал той факт, что у наибольшь несприяльных районах стали проводить больше грунтовый контроль. Введенный дополнительно дифференцированный скрининг с июля 2013 года, он увеличил выявляемость ВИЧ-инфицированных, ВИЧ-позитивных. Но это дало свои все-таки положительные результаты. Почему? Потому что мы выявляем ВИЧ-инфицированных на ранних стадиях, своевременно назначается терапия, уменьшается вирусная нагрузка в крови человека, и тем самым человек перестает уже быть потенциальным источником инфекции. Сказать так, чтобы он уже окончательно не был источником инфекции, нельзя, но, тем не менее, риск уменьшается. Сегодня сирот наибольшь несприяльных по захворыванию на ВИЧ районов – Светлогорске, Жлобинске и Октябрьске. Колькость носбитов вируса тут перевышая 1% от огульной колькости насильства. Сгодно за пошними дадзинами у сяго на Гомельшине зараз проживаюць 6738 хворых на ВИЧ. При этом у 94% выпадков инфекция передавалася у вынеку сексуальных контактов. А у группы рызыки зараз трапляюць усе без выключения слои насильства. Бадай один и становчий момент у такой ситуации – з'явление леков, яке дозволяюць подожить життё ВИЧ-инфицированных не дзена 30 годов. А прача того у вынеку антиретровірусной терапии. Практично усе деці, народженые на Гомельшине ад інфицированных маті, сьо не з'являюцца абсалютна здоровымі. С пачатку гэтага года таку дапамогу отрымалі 125 тяжарных жанчын. Все женщины с 14 недель беременности получают высокоактивну антиретровірусную терапию для профилактики внутриутробного інфицирования. В связи с этим новорожденные все у нас здоровы, без ВИЧ-статуса. И мы добились очень таких больших успехов, международных, можно сказать, успехов. В этом году мы получили 0% инфицированности у новорожденных. Все деці у нас здоровы. Александров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». На протягу двух тыднів у Гомелі буде проходить акція міжнародной організації по міграції у Беларусі «Спыні гандль людьми». Информаційные матеріалы размещены у городським центры культуры. Основная мета кампании – притягнуть увагу громадства до проблем гандлю людьми. При гэтым насельніству не толькі повідомляюць абнаявності проблемы і мерах безпеки, але і закликаюць распаусюджуваць отрыманую інформацію. Пададзінах міжнародной організацій по міграції сіру тих, то у розніх годы трапляў у рабства каля трох тысіч жихароў Беларусі. На проставленных інсталляціях 10 найбільш тіповых гісторый. Гандль людьми – глобальная проблема, яка існує во усіх країнах світу і може закрануть кожнах. А таму су працтояць ёй можна толькі празаб'яднання намагання ўсіх затікавленых бакоў. Трафік ёры или ті, каторі заніваюцем нелегальним бізнесам, они на місце не стоят, они тоже пастоянно усовршэнствуюць своі методы, они пастоянно следят развитием современной технології, іспользуюць все вазможністі з тем, щоб быстро реагіруаць на меняючіся ситуація. І паэтэму сасвідущим органам і госорганам, і представителям общественных організацій, міжнародным організаціям, всіхда нужна роботаць сапшэ. Нагэтым випуск завершаны, у студії працавала Наталья Іхнаценка. Усяго вам добрага і да новых сустрэчу ефіры. Дякую за перегляд!